вы что там приболели в канаде давайте расскажу как обстоят дела с медициной про медицину в канаде не рассказал только ленивый так как я ленивый то я еще не рассказал поэтому слушаем едем сейчас к своему семейному врачу всей семьей ехать 45 километров в канаде расстояние 45 километров это принципе норм 33 минуты ехать все время по трассе 110 километров только там уже в самом конце надо будет свернуть и приехали к врачу в принципе дорога полчаса записались к русскоязычному врачу в принципе имеет определенную ценность потому что легко коммуницировать он понимает наши проблемы все нам сразу рассказываю что нам нужно это удобно так выглядит клиника просто среди других офисов справа пиццерия магазин а это клиника тоже машечка сидит ждет такая приемная больница в целом обычно все по записи если у вас какое-то срочное мероприятие срочный вопрос вы смело можете прийти сюда волкин и постараться пройти я так сдал медкомиссию просто пришел 30 минут подождал и прошел я думаю мы быстрее не справимся тоже около 30 минут будем сидеть в клинике много таких маленьких индивидуальных кабинетов с минимальным оборудованием у врача большая загруженность ждали полтора часа нас всех завели в один кабинет сейчас будем осматриваться спустя почти два с половиной часа имеем на руках вот такие вот листочки это направление на сдачу анализа в канаде без них вы анализы сдать не можете вообще никак более того когда мы эти анализы сдадим результаты будет видеть только врач и мы их получить не можем с нами свяжутся только в том случае если с ними что-то не так если все хорошо то с нами никто не свяжется если кто-то провтыкает вашу информацию ваш анализ с вами тоже ничего не свяжется поэтому конечно лучше иметь определенную периодичную сдачу этих анализов нам задают вопрос зачем так далеко семейный доктор нужно понимать что семейный доктор это по факту ваш семейный терапевт то есть если у вас какой-то emergency какая-то травма либо температура вы в любом случае к вашему семейному доктору обращаться не будет вы все равно поедете в walking clinic emergency то есть вам доктор в этом случае ничем не поможет только уже потом в случае реабилитации управки и так далее вы уже сможете к нему обратиться он сможет вам выписывать направления либо рецепты на какие-то препараты специализированные поэтому расстояние до семейного врача сильно на это не ориентируйтесь ориентируйтесь на качество этого врача потому что здесь есть врачи пока когда вы искали которые плохо знают английский даже но у них родной хинди и получается так что вроде врач рядом с вами а он если даже поговорить нормально и сможете в принципе он ориентирован только на носители спустя 12 часов не приема пищи приезжаем в лабораторию для того чтобы сдавать анализы сейчас покажу вам как она выглядит такое офисное помещение небольшое захолустье стоим ждем вот так выглядит холст карта по которой анализы будем вставать бесплатно зарегистрировался на ресепшене и теперь сидишь ждешь в общей очереди приблизительно минут 20 во время забора крови у вас будет просить произносить свое имя фамилию и дату рождения прям по буквам чтобы убедиться что это вы и там будьте к этому готовы другой тип анализов сдается прям здесь в клинике и после того как вы сделали свои дела оставляете просто здесь специально обученные люди заберут через другого окошка за полчасика управился в принципе без записи пришел и за полчаса все сделал но это не всегда так работает как-то раз я по записи не знаю часа полтора мы только кровь сдавали дальше ваши анализы лаборатория отправит прямо к врачу врач ознакомится с результатами если что-то будет не так он вам сообщит назначить дополнительные анализы или пригласит к себе если все будет хорошо то с вами никто не свяжется как бы живите спокойной жизнью насколько я понимаю результаты анализов самостоятельно вы посмотреть не можете то есть это проблема потому что мы раньше каждые три месяца каждые полгода сдавали анализы расширенные общие анализы крови гормоны там разные показатели самостоятельно следили за референтами у своих анализов просто банально для того чтобы иметь представление здесь так не получится но в целом я думаю что если с доктором договориться то как-то можно будет смотреть и какие-то дополнительные анализы но это не просто то есть просто так там хочу посмотреть какой-то анализ тут так не работает наверное есть какие-то доктора которые помогают так делать но обычный фэмили доктор просто так не будет идти он на встречу в этом отношении а так все было бесплатно то есть я дал просто альберта хелс карт дал свой айди драйвер лайсенс все все бесплатно кровь и другие анализы для того чтобы наиболее ярко описать как происходит процесс ожидания в поликлинике в канаде смотрите тем занимается наташа очереди за полтора часа можно и носочки связать поэтому по результатам с данных анализов нас пригласили на встречу с доктором мы думали что может быть что-то серьезное что-то рассмотреть по факту оказалось что просто чуть повышен холестерин из-за того что в эндис много кушаем бургеров зачем я хожу тренироваться в зал чтобы с чистой совестью кушать картошку фри в сырном соусе и как одна из рекомендаций просто наладить диету мы уточнили можно ли подобные результаты анализов игнорировать или как-то получать их дистанционно потому что визит в поликлинику это все-таки пару часов и по факту день рабочий рвется нам сказали что можно получать phone consultation то есть вы можете позвонить и сказать что мы хотим получить результаты анализов по телефону и доктор с вами свяжется даст вам консультации по телефону если ничего серьезного то и в принципе просто получите свои анализы результаты по телефону и все то есть ездить не всегда обязательно вот что касается самой медицины мы вот на данный момент еще не сталкивались с этими вопросами сложными да что надо было туда доехать и так далее но все процессы очень долгие то есть мы до нового года к нему записались приехали стали к нему на учет он переписал наши данные все наши проблемы уточнил просто со слов и все за это мы ничего не платили это все покрывается страховкой альбертовской и записал нас на 19 января вот на сегодня грубо говоря спустя почти три недели даже чуть больше уже на осмотр пол то есть сейчас он будет проводить основе процедуры на самом деле теперь уже знаем что за процедуры мужчин просто обычный осмотр меряют давление слушать сердце легкие задают вопросы относительно самочувствия каких-то противопоказаний жалоб и так далее у женщин осмотр более широкий включает себя гинекологический осмотр поэтому к этому надо быть готовым при записи выбирать удобную дату для подобных процедур в целом ничего особенного ничего сложного все на месте делается довольно быстро что касается процедуру поиска family доктора family доктора можно искать разными путями включая просто в интернете искать врача у которого открыт набор либо через знакомых искать по рекомендациям мы нашли по рекомендациям врача перед этим искали в интернете и нашего врача там не было в интернете вот поэтому в целом процедура непростая занимает время врачи открывают прием редко поэтому если какой-то хороший доктор то скорее всего у него все забито на тысячелетие вперед поэтому тысячу лет вам надо как-то перебиваться искать какого-то местного доктора либо индуса либо африканца поближе к дому чтоб сильно не кататься по такому поводу лучше конечно быть богатым и здоровым чем бедным и больным но если вот не повезло то нужно будет озаботиться этой процедурой потому что family доктор в принципе решает большое количество вопросов связанных с получением препаратов лекарств лечения все остальное это уже emergency то есть вам необходимо будет ехать в приемные приемное отделение в больницу в клинику в emergency ждать там очередь и family доктор в этом никак вообще не поможет его основная задача уже будет заключаться в дальнейшем лечении после оказания неотложной медицинской помощи если вы приедете самостоятельно в поликлинику или больницу в emergency это будет вам бесплатно если вы решите вызов вызвать скорую помощь что может стоить от 300 долларов сама процедура вашей перевозки но если вызвать скорую то скорее всего вам удастся сэкономить время в очереди потому что вы будете стоять не в обычной очереди а в очереди тех кого привезли по emergency но чтобы было на какие деньги лечиться в случае необходимости собираемся и гоним на маршрут получил свои первые чаевые едой дабыл через бургер и медиум кофе ну неплохо неплохо тоже едой я получать тоже согласен подводя и итог можно сказать что медицина довольно слабое место канады и просвета какого-то не видно потому что принимают новых врачей очень тяжело охотно но тяжело и нужно пару лет эвалюировать свой диплом подтверждать квалификацию работать младшим медицинским персоналом и так далее на это не все готовы поэтому дефицит врачей ощущается также ощущается дефицит финансирования потому что я общался с одной врачиха и которая сказала что младший медицинский персонал не финансируется слабо и поэтому его мало но это опять же со слова врача не знаю общаюсь с канадцами спрашиваю за медицину рассказывают конечно разные истории в основном безобидные типа там заболела спина пришел к врачу врач семейный доктор 70 лет мужик предмет болит спина я когда чищу лопатой снег надрывы начинает спина болеть не могу почистить врач ему отвечает мне 70 у меня спина не болит почему у тебя болит спина то есть врача надо выбирать тщательно так чтобы не было таких вот тупых казусов но в целом в целом я смотрю на канадцев которым по 80 чем-то лет а то и по 90 некоторым они ездят за рулем собственных машин приезжают в тим хортенс там выпить кофейка или в макдональдс или еще куда-то собираются компаниями вот я подвозил бабушку она родилась с полгода до начала второй мировой войны то есть феврале там условно 39 года она сходила утром в бассейн потом позанималась своими делами потом съездила в супермаркет вызвала со своего телефона убер меня я за ней приехал забрал ее отвез то есть стоит понимать что в таком возрасте человек живет около полноценной жизни не говоря про то что медицина типа плохая ну с плохой медицины бежит такого возраста лучше чем с хорошей умереть в молодости поэтому выбора особого нет будем адаптироваться смотреть если у вас есть какие-то рекомендации относительно того как можно улучшить свою свое положение в плане медицины в канаде какие-то нюансы какие-то фишечки пишите пожалуйста в комментарии буду за это благодарен а так не болейте всем пока